добрый день дорогие друзья давайте сегодня вместе с вами рассмотрим такой случай который может случиться с любым из автовладельцев это выход из строя реле регулятора на автомобиле и выход из строя как раз в том положении когда реле регулятор просто не работает и генератор у нас выдает все что он может выдавать то есть перина возникает перенапряжение перезарядка и в итоге аккумулятор выкипает вот вчера подъехал клиент volkswagen passat b3 у него и и и опять звонят ладненько отвечу на звонок и продолжим значит подъехал клиент на b3 и вначале позвонил говорит почему-то пошел пар с аккумулятора ну давайте подъедьте посмотрим подъехал батарея горячая градусов 70 наверное рука не держала хорошо что у него гараж здесь поблизости сказал ему немедленно поставить машину чтобы аккумулятор остыл вот он вчера вечером в конце рабочего дня поставил загнал машину сегодня принес аккумулятор давайте замерим бляда что ж ты гавкаешь то давайте снимем параметры но я параметры уже снял вот такие давать или еще раз батарея на удивление после такого перегрева еще показывает какие-то параметры но в принципе то же самое 75 76 542 538 при замерах показатели могут прыгать вытащил глазок так батарея не обслуживаемая и я хочу показать как это делаю я именно как я работаю вот с такими батареями прежде чем вытащить глазок глазок вытаскивается двумя отверточками с обоих сторон поддевается я прогреваю строительным феном ну 40 50 чтобы температура была на в этом месте можно прогреть даже обычным феном если жена вас не убьет за это конечно и как видим батарея абсолютно сухая как видим очаровательные пластины у нас сепараторы все на месте все красиво но в то же время печально первый признак того что батарея выкопила это вот такого цвета белый глазок что мы будем делать но в первую очередь я подожду пока батарея не нагреется до температуры помещения и только после этого я начну с ней работать дело в том что после того как батарея выкипит неизвестно сколько она кипела на поверхности пластин от контакта с воздухом и от перегрева образуется соединение там оксиды всякого рода сульфат из которые при заливке воды могут смыться этой водой то есть мы можем их смыть и в самом низу батареи возможно произойти замок пройдет произойдет замыкание и чтобы этого смыва не произошло еще важен фактор такой как тепловой удар разность температуры то есть если батарея холодная нельзя заливать воду теплей чем батареи и если наоборот батарея горячая нельзя заливать холодную воду чтобы не произошло никакого теплового воздействия именно в момент заливки чтобы не было разности температур так ну что дадим батарейки прогреться так и мой первый метр ладно но батарея холодная на улице сегодня минус 10 автомобиль стоя в гараже ну пусть там минус 5 даже 0 градусов дождемся пока она не прогреется сейчас наверное поставлю ее на свой прогревочный мустер буфер чтобы она прогрелась там побыстрее и продолжим наш ролик наш t-rex отогрелся 16 20 градусов по низу и рассверлили дырочки или продырявили будем так говорить с помощью шурика сверло на 8 и теперь будем доливать водичку сколько доливать воды значит ориентироваться будем на среднюю банку и на перемычки вот там перемычки меж баночные и вот это ухо ориентируемся на ухо блять и вот так вот неудобно снимать и сразу ориентируемся на ухо которая с помощью какой-то там сварки блять они спаиваются вот эти уши получаются меж баночные перемычки у нас и заливаем воду до тех пор пока перемычки эти у нас не будут прикрыты после заливки воды ни в коем случае не ставим сразу на зарядку даем батареи отстояться и за счет естественной диффузии пусть какая-то часть электролита который у нас внизу свяжется с водичкой перемешаться она не перемешается но начнет связываться и четкой границы не будет уже между водой и электролитом как видим по напряжению по напруге 13 и 2 вольт 1325 по нрc мы видим что у нас очень большая плотность в батарее и это очень большая плотность у нас как раз расположена в нижней части аккумулятора сейчас я начну заливать воду как залью водичку мы продолжим нашу веселую залипательную историю напоминаю что я пользуюсь только вот такой водой у райт по крайней мере лучше я на нашем рынке пока ничего не нашел это не реклама друзья это просто дружеский совет басяцкий подгон по совету вода проверенная вода не имеет никаких примесей абсолютно идеально чистая здесь и написано двойная чистка принципе написать можно и тройная чисто но на самом деле прибор и только в этой воде показывает полное отсутствие каких-либо примесей водичка залито и теперь в эти отверстия мы вставим так кстати залил по 150 миллилитров в каждую баночку вот ставим вот такие пистончики чуть-чуть чтобы не так сильно она выплескивался электролит при зарядке значит по 150 миллилитров уже говорил да залил водички залью по 150 миллилитров еще расскажу кто не понял вот такие пистончики пистон обшивки багажника мы используем для для затычек для заглушек для запечатывания банок полностью нет ни не запихиваем их прикрываем всего лишь навсего потому что возможно будет расширение электролита и возможно нам понадобится сделать какой-то отбор поэтому пока заглушки оставляем в этом состоянии и оставляем батарею в отстой возможно даже сегодня я с ней работать не буду либо оставлю на ночь ее на буфере посмотрю фронт работы у меня как всегда нормальный и за счет естественной диффузии вода будет потихонечку связываться с электролитом но это как говорится не факт сверху все равно будет у нас вода и без контролируемого перезаряда так называемого эквализи шин у нас на как говорится удачи нам не видать нам удачи не видать понятно а пока делаем перекур после того как залив водичкой батарейка батарейка оставила более 6 часов и на почти почти 7 часов и прежде чем ехать домой сейчас мы ее поставим на китайцы зачем поставлю на китайцы сейчас объясню давайте снимем показатели после отстоя что нибудь у нас поменялось потому что заливка воды это очень важный момент и в этот момент может произойти все что угодно после того как батарея выкипеваем так 620 у нас заявил t-rex но смотрите после заливки воды давайте еще один зима сделаем чтобы убедиться что конвей не глюканул 96 610 453 сопротивление 1326 нрц как видим нрц у нас еще бешеная электролит с водичкой у нас не смешался он посмешился только над тирексом что мы будем делать почему я хочу поставить на китайцы китаец очень быстро сейчас закончит основной заряд и перейдет буферный режим буферный режим позволит нам почистить промыть поры в пластинах который сейчас забиты вот этим швамом и малейшие малейшие вот эти токи при буферном режиме позволят нам вытащить кислоту с нижней части пластин где у нас сейчас одна кислота так как вся вода выкипела и нам нужно сделать вот это таким образом он уже подключена меня как видим сразу пошел пошел 4 ампера моментально догоняется напряжение до 14 и 8 вольт 14 7 и в этом положении в этом состоянии я ставлю эту батарейку до утра и утром у нас прочистятся пластиночки и мы со спокойной душой и чистой совестью начнем делать эквализируемый перезаряд чтобы поднять всю жижу снизу и перемешать ровненько ровненько по всей по всему пространству баночек перемешать электролит вернее кислоту с водой чтобы у нас получился электро элит ну что оставляем батареечку и пиздяхаем потихонечку до дома там говорят не говорят или не пишут что очень много матерюсь друзья если режет слух ну я не не настаиваю не смотрите я не хочу выбирать и подбирать слова маты у меня служат для связки слов если я буду подбирать слова у нас ролик будет длиться блять трое суток это не одна батарейка у меня в обслуживании как видите их достаточно много и у меня мозги распределяются не на ролик конкретно я не снимаю конкретно вот у меня задача снять ролик про вот это вот вот этого вольтмана да нет ребята это я делаю попутно для расширения вашего кругозора так сказать и делюсь своим опытом многие говорят не говорят опять же пишут что ты я конечно а как чем нихуяка что ли но на самом деле я не чем-то опытом делюсь а своим кого не устраивает мой опыт хуй его туча каналов где люди также делятся своим опытом без единого мата все чисто честно охуенная картинка падает нормально свет великолепные камеры киношные такое антураж блять все вот смотрите там я разве против лечки ну честное слово вот такие парни ну ладно не буду говорить за эти говнодавов давайте дождемся утра и завтра с утричка попробуем поднять плотность но давайте я наверное продемонстрирую какая здесь плотностью не продемонстрируя давайте посмотрим я хочу чтобы вы увидели сейчас я сгоняю за ариометром давайте глянем что у нас плотностью варе метро воткнул украинский поплывок с того набора который мне подогнали ну чуть-чуть здесь смотреть и видно же где у нас плотность а плотность у нас одна голимая водичка даже нет 1 1 10 мая 1 10 единички вода и вопросу о том когда заливать воду друзья я заливаю перед зарядом всегда а если послушать у некоторых там нам не товарищей то блять советую после заряда ну картина маслом друзья батарея заряжена залили водичку и чем увидим вынесли в прихожку батарею она замерзла потому как нету плотности ладненько что-то я растягиваю ролик домой по разу давайте доживем до завтра с утра никак не мог добраться до нашего пропаренного тырекса были люди пока раскидал все батареи давайте сейчас и всю ночь сейчас уже почти 12 часов на где-то 18 часов порядка 18 часов 17 наверное просто стояла батарейка на буфере давайте сделаем замер по параметрам хотя этого не стоит делать у нас все равно сейчас будет энерси завышенные так как она за консультацию сколько 500 тенге поехал до вон оставьте там это дело решение принимаешь ты я здесь каждый день с 10 до 6 потому что будет минус 25 будешь сопли на кулак наматывать давай а сейчас я выйду сейчас буквально через пять-семь минут так мы видим сок у нас просеял это говорит о том что у нас потихонечку начал электролит все-таки перемешиваться а до трех с половиной тысяч и при таком же высоком нрц пусковой ток у нас меньше блин сопротивление не помню так и сопротивление у нас было опять 13 было сопротивление на 513 сопротивление 459 так давайте замерим еще плотность что нам дал буферный отстой с утра расхерачил еще один ориометр и что-то украинский не хочет всасывать блять на морозе сейчас делал замеры груша застыла а блять придется взять гламурный сгоняем за гламурным давайте этим померяем но ничего не поменялось одет плотность 1111 11 уже какие-то предпосылки на повышение плотности есть все-таки диффузия немножко поработала у нас так дадим батарейки пару часиков отстояться и продолжим с ним работу в режиме видео конференция модернизирован нашего украинского друга и спаривал с китайской грушей от разбитого ориометра и получилось неплохо он давайте еще раз посмотрим 11 плотность за время отстоя и теперь перемещаем на свободную мамку вот в тот конец бокса и начнем обработку и и и что много и каю так давайте пока отключу ну вот наш терек на месте он у нас и так горя хапнул его и так пропарили поэтому мы на вы переустановим ток 2 ампера как правило после такой пропарки батареи в основном неплохо разгоняются и разгоняются практически до 17 вольт он поставили новый пивок подключаем к сети и ограничим пока двумя амперчиками посмотрим до скольки долетит наше напряжение при таких параметрах и исходя из ноза которую мы получим на двух амперах будем думать как нам двигаться дальше для техничку надо блять пыль почему пыль на телевизоре техничка забухала ну что ж здесь делать и друзья прошло буквально 30 минут и как видим наш пропаренный друг очень легко добежал до 16 8 вольт и под плотность конечно и ток заряда упал то 17 ампер а падает еще до 16 ампер а ну чтож продолжим нашу работка с ним и потихонечку будем мониторить эту ситуацию где-то минут 30 наверно 40 тому назад отключил зарядная от нашего пропарыша ток остановился на отметке полтора ампера напряжение 16 и 8 вольт и уже где-то 30 минут стоит и как видим нс еще 13 половины в этой батарее так давайте замерим плотность что нам дал первый дозаряд который мы сегодня провели так плотность у нас 120 опять вот так вот видно да даже 121 пусть с часок постоит как она все упадет до 13 2 13 3 зарядник не отключаю от батарейки зарядник у нас является небольшой нагрузочкой которая позволяет потихонечку высаживать поверхностное напряжение и после отстоя пойдем еще на один дозаряд и так два часа с лишним дал батарейки отстояться давайте подключим ее дальнейшему ага вымпел требует перезагрузки так ладненько отключим давайте перезагрузим сегодня практически целый день на улице блять все едут проверить что же у меня с батарейкой ну хули минус 15 бахнула чё-то плохо заводится визите батарею нет посмотрите для скиньте по ватсапу фотку да нет надо плотность проверить ну проверил плотность оба ткнулись носом в то что там нету плотности когда последний раз обслуживала ни разу не обслуживаю но и и так целый день целый день пролетела еще два часа 7 минут и вымпелочек нам подсказывает что на сегодня олег николаевич давай одевай свои зимние чешки и чеши домой хватит работать что мы будем делать первым делом отключаем вот эти зарядники которые нам подсказывают как они прям практически все во время так время у нас время у нас 7 часов пора ноги в руки и до дома так давайте замерим потность у нашего опарыша пропарыша кирекса отключаем клеммки и давайте замерим что нам дали эти два дают до заряда сегодняшних так друзья дать я свое зрение настрою 1 125 уверенных я надеюсь видно да дать настраивался вот так вот 125 уверенных мы видим в тирексе и чтобы закрепить результат сегодня мы эту батарейку оставим на буферном до заряде то есть мы немножко усилим усилим инертный заряд катализируем его буферным до зарядом как я это сделаю сейчас покажу блять нет наверно продемонстрирую стопудово будет демонстрация так вот он запрыгнул свое первоначальное стойбище так ну чтобы не было ни у кого сомнений сейчас возьму парометр так вот пирометр и мерим температуру надеюсь видно там вот этим парням которые обзывают это кипятильником кипятильники друзья а нет не друзья у вас в голове в первую очередь так что у нас блять ой 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 что у нас свободно так 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 вот возьмем мы опять же этот китаец пусть поработает ночью на буфере поддержит эту батарейку и за счет инертного доза до заряда инертного инерционного который мы усилим вот таким образом включаем блять включаем так и он что то я не то сделал блять тратер было разлетелся выключатель в минутку так вот включил выключатель разлетелся сука и он говорит что офф то есть зарядник сразу перешел в офф ну-ка да он моментально перешел в буфер вот в этом на этом оффе мы и оставляем эту батарейку зарядник на оффе все в порядке спасибо зарядке так ну а я переодеваю чешки нет еще не переодеваю блять надо все вот это вот растусовать все поотключать переодену чешки попрощаюсь с этой братвой и похерачу 40 километров сейчас домой наш опарыш простоял на буфере пропарыш всю ночь вот сейчас раскидал батарейки по своим местам и теперь можно заняться и нашим опарышем ну давайте в первую очередь замерим плотность плотность 1 1 25 буфер нам ничего практически не дал и поэтому мы опять будем перемещать ее на выпивок так здесь все манки заняты перекинем дадим батарейки отстояться часок и перекинем в следующий зарядный бокс не в следующий в этот же зарядный бокс только на другую сторону дал полчаса отстояться как видим НРЦ держится на уровне 13,7 и продолжаем работу так же на 2 амперов продолжим наше кота Васю кота Васю буквально через несколько минут как видим наша пара долетел до 16,9 давайте ограничим 16,8 вольтами или вольтами и продолжим работу с начала до заряда прошло 2 часа 35 минут как видим ток у нас упал до 1,2 ампера напряжение 16,8 вольт давайте замерим плотность в нашем обжаренном опарыши плотность 1,28 поэтому заряд мы прекращаем дадим батарейке пару часиков отстояться и продолжим наш видео блять что видео видеомонтаж видеозапись видео что ну короче наше видео продолжим что что хочу сказать дорогие друзья по поводу некоторых комментариев я стараюсь отвечать на все комментарии которые вы оставляете но некоторые комментарии меня просто вводят в ступор комментарии такого плана вот у меня есть аккумулятор здравствуйте вот у меня есть аккумулятор как его зарядить я честно говоря вот не знаю как ответить на такой вопрос просто хочется написать я не знаю как зарядить ваш аккумулятор что за аккумулятор какие параметры кто производитель и какие-то заочные курсы аккумуляторщика но это бесполезное занятие в своих роликах я как-то пытаюсь насколько мне у меня это получается показать наглядно ну и сделать какие-то такие нравоучительные вставки а вот на такие комментарии вы уж не обижайтесь друзья я отвечать не буду потому что я не знаю на них ответ и было бы некорректно отвечать давать какие-то советы не видя аккумулятора роликов на моем канале уже достаточно много и как бы ну ну просмотрите потратьте там полдня день я прежде чем делиться вот этим опытом потратил ну будем так годы своей жизни а дать какой-то совет совет человеку который ну во-первых не знаю даже название своего аккумулятора совет я могу дать предельно простой и ясный отнесите или отвезите оттащите на саночках к специалисту не заморачивайте голову может это не ваше займитесь более полезной работой эксперименты но эксперименты сейчас очень дорого стоят экспериментировать с батареей тоже никому не советую потому что каждая батарейка сейчас ну ударит конкретно по бюджету если вы ее обандушите вот как-то так так ну ладно давайте дадим батарейки отстояться сейчас у нас время на наших заводых блять эй ну-ка что за хуйня ровно час ну парочку часов дадим отстояться потом забьем пробочки и запишем окончание ролика тихо тихо ой здравствуйте давайте давайте сделаем еще одно небольшое дополнение плотность мы замерили и давайте замерим температуру ну вот как видим батарейка у нас холодная холодная не хочу вытаскивать из зарядного бокса примерно так а что это там а провод а этот это это батарейки у нас нагрелось да нас с этой батарейки у нас тюгменка печально батарея сильный саморазряд на батарейку удом дождь высадили короче неправильно эксплуатировали ездили на перезаряде но это совсем другая история как говорится друзья планы наши буквально через 40 минут поменялись поменялись в какую сторону позвонил клиент вернее владелец этой батарейки и сказал что не надо ее отстаивать не нужна машина ну раз машина нужна значит будем все заделывать вот этот вот так вот все будем заделывать и производить заключительное тестирование вот так вот забиваются наши пиздончики пистончики пиздончики вот таким образом когда будете забивать обязательно нужно говорить либо хуяк либо ебысь и вот она более туго залазит и получается более плотное соединение через которое уже не проходит никакие газы а блин забыл вот видите забыл сказать и получилось не совсем плотно вот как красиво как с магазина как будто ебысь вот так вот отлично так хуяк вот видите как замечательно это конечно не стоило мне записывать удлинять лишний раз ролик так и вот этот наш глазочек теперь вытираем эти наши сопельки которые вылезли от замеров электролитные после замеров плотности и всех прочих манипуляций с этой батареей и блять вот это вот вот не сказал хуяк да и она по-моему не плотно залезла все на месте так ладно не буду отнимать время сейчас протру потому что клиент уже в дороге и нам нужно успеть записать этот ролик пока кусть железа пока горячо да пока он не появился так обычная и 620 амперчиков помпом сто процентов 624 ампера выкатывает наша батарейка нрc все еще высокая сопротивление 442 так 513 было 442 но будем надеяться что батарейка еще послужит своему хозяину и ближайшая замена будет у него нескоро батарейка оказалась очень крепкая после таких перегревов бывает батареи не переносит не выживает и подлежат списанию параметры выкатывает заводские 624 но после отстоя после отстоя батарейка бы показала гораздо лучшие параметры ну что друзья лайков не надо достаточно будет 50 рублей перевести на счет сбора видеокамеры блять видеокамер экшн камеры которую я решил приобрести за счет своих подписчиков и снимать ролики более такого интересного контента именно на экшн камеру хочу всем пожелать улыбок на лице прекрасного настроения здоровья благополучия и самое главное друзья берегите свои батарейки всем пока пока пока